Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Реон» в студии Виталий Браташевич. Чуть более месяца осталось до того момента, когда будет зажжен огонь вторых европейских игр. Разгоревшись с 3 мая в Риме, в самом центре Италии, он благодаря белорусским альпинистам побывает на горе Монблан, высшей точки Европы. А затем отправится наземным путем через Словению, Австрию, Венгрию, Словакию, Чехию, Польшу и в Беларусь. 12 мая Брест станет первым городом нашей страны своеобразными воротами, которые распахнет Беларусь предвестнику мероприятия европейского масштаба. Почетное право первыми принять эстафету «Пламя мира» выпало Брестской области. Об этом сообщил начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда, дирекция вторых европейских игр 2019 года Алексей Богданович на семинаре по вопросам подготовки и проведения спортивного форума, который состоялся во вторник в областном исполнительном комитете. Нам приятно, что эстафета и сами события освещаются, что Брестский регион – это тот регион, который действительно любит спорт. И я надеюсь, что спортсмены Брещины покажут максимальные результаты во время европейских игр. По сути, вот эта сама эстафета «Пламя мира» – это хорошая возможность, во-первых, показать нашу страну. Показать страну не только для белорусов, но и в первую очередь показать страну для всей Европы. Эстафета будет освещаться и на европейских телеканалах, и на европейских информагентствах. Плюс в ближайшее время будут подписаны соглашения с пиар-компанией, глобальные соглашения о продвижении не только европейских игр как бренда, но и о страновом продвижении. И вот то решение, которое принято было еще год назад, что Брестский регион является безвизовым, я думаю, что уже можно похвастать определенными статистическими данными, сколько туристов приезжало в нашу страну, пользуясь вот такими опциями. Беспрецедентным решением, одобренным туристическими компаниями и турагентами во всей Европе, стало то, что в период с 10 июня по 10 июля любой купивший билет на вторые европейские игры может въехать в Беларусь без визы любым транспортом, независимо от пересекаемых границ. Благодаря спортивному поводу мы сможем открыть как сами игры, так и всю страну для европейских любителей спорта. Европейские игры, несмотря на то, что это второе соревнование по счету, первые были в Баку, где белорусы, кстати, очень успешно выступили, заняв седьмое место в общекомандном зачете. Вторые европейские игры – это более 4 тысяч спортсменов, это 15 видов спорта, 23 дисциплины, только 18 тысяч аккредитованных участников. По масштабу, по размаху вторые европейские игры больше, чем олимпиады в Кхенчане. Предвестник вторых европейских игр – эстафета «Пламя мира» продлится 50 дней. На белорусской земле она возьмет свое начало 12 мая в мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой». Продолжится грандиозным концертом на площади Ленина нашего города, после чего с выбранными факелоносцами отправится по утвержденному маршруту. Лучшие представители Брещины, среди которых будут олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, композитор Эдуард Ханок и музыкант Игорь Корнелюк пронесут факел в течение шести дней по городам нашей области. Всего от Брестского региона будут участвовать в эстафете 50 факелоносцев. Вторые европейские игры – это главное мультиспортивное событие Европы. Это соревнования, которые превосходят по своему масштабу зимнюю олимпиаду. К нам приедут топ-атлеты, и с ними будут сражаться наши белорусские спортсмены. И поддержка нашего зрителя, она крайне важна. Не нужно ездить за границу, тратить огромные деньги для того, чтобы попасть на соревнования. Не нужно следить по текстовым трансляциям или обрывкам новостей, видео с успехами наших спортсменов. Это все произойдет в Минске с 21 по 30 июня на глазах наших зрителей, наших болельщиков. Наталья Луговкина, Андрей Щерба, Антон Луговкин, БУК-ТВ. Общими усилиями за безопасность. Накануне в областном управлении МЧС были подведены итоги двух масштабных творческих испытаний. В торжественной обстановке были названы авторы лучших публикаций о службе дня и ночи. А также именно ребят, подготовивших самые креативные и интересные подделки, рисунки, стихотворения и сказки о спасателях. Большой праздник принимал волонтерский центр. Анастасия Назрин-Плотницкая продолжит тему. Это профессия, когда они спасают и приезжают, и тушат огонь. Юная художница из Гансовича Ксения Муха – одна из тех ребят, кто увлечен не только творчеством, но и темой безопасности. Этот интерес уже не один год высоко оценивают сотрудники МЧС области, проводя конкурс «Спасатели глазами детей». Традиционно на большую церемонию награждения приглашают самых креативных и творческих ребят, которые умеют показать тему безопасности не только разнопланово, но и наглядно. Вот эта работа, которая проводится с молодым поколением, она все-таки дает свой результат. Я не буду здесь долго сочинять и выдумывать о масштабах страны и даже масштабах области. Мы имеем положительные моменты, когда детки, учащиеся в школах, детских садов правильно вели себя в различных чертежных ситуациях и даже оказывали помощь взрослым. Важность таких мероприятий отмечают и представители вертикали власти, которые уверены, о безопасности в таком формате говорить нужно. Честно, первое дня впечатлило. В принципе, ассоциация у нас всегда со службой Министерства в различных ситуациях. Знаете, такие все напряженные, все в огне, стихии, напряженные будни. И вот так приятно, что сегодня в этом зале, в этом центре такое праздничное настроение. Шарики воздушные улыбки, много молодежи. Вы знаете, мне очень хочется, чтобы у наших спасателей было как можно меньше вызовов и как можно больше вот таких вот праздничных будней. Итогов еще одного важного конкурса особенно ждали представители ведущих СМИ региона. В торжественной обстановке свои заслуженные награды получили авторы самых ярких и интересных материалов о службе 101. Работать со спасателями всегда интересно и в то же время ответственно. В плане творчества, конечно, работа интересная, потому что нету постоянно одних и тех же тем. Жизнь меняется, естественно, появляются новые методы и в работе сотрудников МЧС, и в нашей работе постоянно ищем какие-то новые формы. Приятно отметить, что особой наградой был достойный творческий коллектив телекомпании Бук-ТВ. Программа 101 на связи стала лучшим тематическим проектом о деятельности МЧС в области. Из 100 вопросов на пороге и нужно верный дать ответ. Такая сложность легла на плечи людей, кто делает первые шаги в профессии педагога. Кто из пенчан справляется с этим лучше других, выясняли в ходе городского этапа конкурса молодой учитель Брещины. Учитель. Детям он добра желает. Он честный, справедливый. Он мудрец. В душе ребенком, как и вы, бывает. Он открыватель маленьких сердец. Их называют инженерами человеческих душ. Ведь они справляются с самой сложной и ответственной задачей. Формируют человека. Участники конкурса молодой учитель Брещины на этой стезе недолго. Но с каждым годом шаги все более уверенные. Теперь они борются за шанс представить Пинск на областном профессиональном конкурсе. Учителя из семи школ и гимназии города перед финальным испытанием на сцене прошли несколько этапов. Более опытные коллеги оценивали профессиональное мастерство, уровень подготовки и умение находить выход в нестандартной ситуации. Конкурс молодой учитель Брещины направлен на выявление в учреждениях общего среднего образования нашего города, а также области, творчески работающих молодых педагогов. Участники конкурса это не случайные люди. Это те педагоги, которые показали результат работы, в частности с нашими ребятами. Это те педагоги, которые подготовили победителей Олимпиад, победителей научно-практических конференций, а также показывают хорошие результаты в работе методических формирований. Что нужно сделать сегодня, чтобы ученики были успешными завтра? С таким вопросом к участникам обратились в финале. Каждый со своим мнением, какова роль педагога. Учитель это ученый, который исследует. Учитель это врач, который лечит душевные раны. Учитель это актер, который вдохновляет. Я творю урок. Урок, на котором я хочу вырастить из маленьких гениев, будущих творцов мира. Группа поддержки из средней школы номер 3 после объявления победителя радовалась больше других. Учитель английского языка именно из этой школы Евгения Локун стала победительницей конкурса и вскоре представит Пинск на областном этапе. Молодой учитель – человек активный, творческий, целеустремленный, деятельный, увлеченный. Я верю, что учитель должен быть строгий, но справедливый. Главные принципы, которыми я руководствуюсь в работе, это не навредить и научить не только своему предмету, не столько своему предмету, сколько тому, что понадобится детям в будущей жизни. Тому, что они смогут использовать вне зависимости от того, как хорошо они знают мой предмет. Тема дорожного покрытия в Пинске очень актуальна. С наступлением весны ям и выбоин на дорогах все больше. В текущем году на сплошное асфальтирование из городского бюджета планируется потратить более 2 миллионов рублей. Подробнее об этом в следующем сюжете. По информации городского жилищного хозяйства, большая часть асфальтированных дорог на территории города Пинска имеет стопроцентный износ и требует капитального ремонта. К тому же на разрушение дорожного полотна влияют погодные условия. Повышенная влажность воздуха в зимний-весенний период и резкие перепады температур пагубно влияют на структуру асфальта. Устранение этих проблем требует немалых средств. В нынешнем году городские власти решили увеличить объем финансирования ремонтных работ, проезжей части пешеходных дорожек и тротуаров. На 2019 год бюджетом города Пинска предусмотрено 2 миллиона рублей для проведения работ по ремонту асфальто-бетонного покрытия наших улиц. Под этот объем денег мы спланировали, составили график и планируем отремонтировать чуть больше 12 километров улиц. К сожалению, по предыдущим годам бюджет города был немножко ограничен, поэтому его хватало для того, чтобы мы частично могли поддерживать рабочее состояние, скажем так, дорожного полотна, для того, чтобы техника могла передвигаться. То есть мы в основном производили работы по ямочному ремонту. В этом году руководством города было принято решение, чтобы отремонтировать часть улиц города сплошным, так называемым, сплошным асфальтированием. В настоящее время решается вопрос выбора подрядчиков для сплошного асфальтирования. Под процедуру попадут улицы, на которых есть участки в очень плохом состоянии. В основном это касается центра города. В списке таких улица Кирова, Иркутско-Пинской дивизии, Рокоссовского, Суворова и другие. Работы планируют начать в апреле. Информация по этой теме будет отражаться на сайтах Пинского госполкома и жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время мы производим работы, потому что асфальтные заводы еще стоят. Мы производим чисто работы по устранению критичной ямочи на проезжих частях. Предприятие располагает тремя установками, которые могут производить ямочный ремонт. Это две установки, два ресайклера марки ПМ-107, которые работают литыми смесями. И одна установка типа Силкот, которая при помощи инфракрасного излучения растапливает асфальт и просто производится ремонт согласно определенной технологии. Немного раньше установленного срока, благодаря хорошей погоде, началось градирование и подсыпка инертными материалами грунтовых дорог. На данный момент частично выполнены работы в Веросах. Продолжится в микрорайонах Крайновичи и Белявщина. Помимо этого, в первом полугодии планируется завершить пятую очередь реконструкции улицы Бреской. А на сегодня у нас все. Мне же остается лишь поблагодарить вас за внимание. Всего доброго. До свидания.